Синтекс с C++ достаточно сложен. По этому компилятору не всегда понятно, что же мелодопрограммист, написав конкретную строчку кода. Поэтому при разборе кода на C++ используется несколько правил. Одно из этих правил гласит, что если что-то похоже на объявление функции, то это и есть объявление функции. Рассмотрим следующий пример. Пусть определена структура point с одним конструктором, который реализует сразу же конструктор по умолчанию, то есть конструктор без аргументов, конструктор от одного аргумента и конструктор от двух аргументов. Это делается за счет использования значений по умолчанию для аргументов конструктора. Рассмотрим определение переменной типа point. Если мы после объявления переменной не укажем никаких аргументов, то в данном случае будет вызван конструктор по умолчанию. То есть в текущем случае конструктор от двух аргументов, но с значениями аргументов по умолчанию. Теперь давайте попытаемся явно вызвать конструктор по умолчанию, то есть указать, что мы вызываем конструктор, но вызываем его без параметров. Соответственно, данное выражение оказывается похожим на объявление функции, то есть объявление функции с именем v2, возвращающей значения типа point и не принимающей аргументов. Поэтому при компиляции данной строки будет не объявлена переменная p2, а объявлена функция p2, которая не принимает аргументы, возвращает point. Аналогично может произойти, если вы вызываете конструктор с параметрами. Давайте рассмотрим следующий пример. У нас есть некоторая переменная вещественного типа, и перед тем, как передать ее в конструктор, мы хотим ее округлить. Для этого мы используем приведение вещественного значения к целочисленному. Для этого используется оператор приведения. У оператора приведения появятся две формы. Можно написать int от 5.1, а можно написать int от 5.1. Эти две формы равносильны, и иногда используется первая, иногда вторая. Так вот, если мы будем в данном случае использовать первую форму этого оператора приведения, то данное определение переменной будет выглядеть так же, как объявление функции с именем p3, также возвращающая значение типа point, и принимающая один аргумент типа int с именем k. То есть вот эти круглые скобки будут проигнорированы. Поэтому то, что здесь определяется, это действительно не определение переменной, а объявление функции. Однако, если мы будем использовать другую версию вызова оператора приведения, то данные скобки не позволят компилятору подумать, что это объявление функции, а в данном случае мы определим переменную. Следует избегать таких определений переменных, которые могут быть восприняты как объявление функции. Продолжение следует...